МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год назад мы запустили планер. 115 килограмм на реактивной тяге. Сейчас уже сообщество заинтересовалось такими аппаратами. И сейчас уже сделали три планера. И сегодня испытание, некое авиационное шоу маленькое. Это довольно-таки известный аппарат во всем мире. Это АС-4. Раньше он делался из стеклопластика. И мы его вогнали в вес 115 килограмм. Но он был впритык. То есть 114,5, 114, 114, 8. Задача стояла в этот вес воткнуть еще и двигатель. Реактивный вариант самый легкий. Поэтому мы решили использовать именно реактивные движки. Планера пришлось сделать полностью из карбона. Что, в общем-то, увеличивало прочностные характеристики и снизило вес. И вот данный планер, конкретно вот этот, весит вместе с двигателями, без топлива, естественно. Этот вес входит 115 килограмм. Это позволяет эксплуатировать это воздушное судно без сертификата летной годности, без бортовой регистрации, без пилотского удостоверения. Планер доработан. И установлен двигатель. Всято системы, какие-то изменения. Поэтому мы это, так сказать, объединенные усилия. Мотопланер. С реактивным движением. Два конструктора. Один старый, другой молодой. Я ее... Парящий лось. Да, я ее взял с собой на полеты. И как-то она прижилась. Она вообще у меня на работе, я испытаниями занимаюсь. Она у меня счастливая. Вот. Так что, неважно, какого уровня заказчик, у нас позывные жаба и лось. У испытателей. Два раза летал в прошлом году. Один раз в этом. И вчера два. Пять. Сейчас лучше второй раз. Да и на нем, как на велосипеде. Проще даже, чем на чем был, где не было. Вообще, по идее, в нем можно сделать принцип обучения с легкой лебедки, делать подлеты. Ну, долго повисеть на игле. Ну, знаете, когда поюту можно погрузить по все стороны. Потом сделать пробежки и подлеты. И в конце кошка ходит. То есть, теоретически можно даже обойтись без банника, без двухвестного аппарата. Ну, с двухвестным, конечно, надежнее и лучше. Вот, давайте. Первый делали мы вместе с строителем. Я ездил в Пензу, вместе с ними клеил его. Так как набор ткани сам подбирал, в общем, сам придумал, сам и мучайся. Ну, и совместно как бы работали. У меня там свои какие-то были видения, мысли у них свои. И как мы пришли к какому-то консенсусу, отработали концепцию, отработали технологию. Вот, и дальше последующие планирования они уже делали сами. Я делал мотокороба, вот эту вот установку, топливную систему, все там, баки. Вот, и все это разработал и сделал. Сан. Вот, то есть у нас такой комбинации. И блок управления двигателя тоже. Разработка моя совместно с коллегой электронщиком. Все-таки я не могу быть во всем специалистом, где-то я должен что-то не знать. Вот. Ну, и как бы вот получилась такая замечательная штука. Легкая. Не превзойдена легкая из бытия. Его можно вдвоем поднимать, детали перетаскивать. Крыло я сам таскаю. С точки зрения практичности очень удобная. Когда тебе не надо там, ну, помогите мне, ребята, планер собрать, когти надо. Человек, ты, пожалуйста, потому что это янтарь, ты там еще что-то тащишь, эти огромные консоли. Все это собирается специальными ключами. Нет, здесь все легко. 15 минут, два человека максимум. Если есть оснастка, подборка. Один человек. Все, собрал и полетел. 15 минут. Вот, очень удобно. Такая вот штука замечательная. Ну, и дальше просто кайф, вот полет. Хорошо. Олег, связь проверяю. Вроде работает. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В настоящее время, скажем, очень актуально разработать системы взлета без самолета, потому что самая расходная часть планирования, это именно взлеты с моксировщиков и расходы по обслуживанию самолетом. Чтобы как бы удешевить обучение на планерах, нужно придумать что-то новое. В общем, по деньгам получается взлет-набор 800-900 метров по расходам где-то 1000 рублей. Это топливо, масло и амортизация двигателя. 1000 рублей. Три раза дешевле, чем на миллиарах. А еще веселее. Ну, а потом все. Ты независимый брал. Можно еще запустить в воздухе и долететь. Пускай, потому что один, что два, это более чем достаточно. Вот, для долета. Вот, и лететь на одном спокойно-нибудь. Вот. По особенностям двигатели стоят на подушках. Для того, чтобы подтяга, они немножко расходятся и струю от келя отводят. Те, кто думает, что там что-то сгорает, что струя там плавит, нет. Композит этот держит до 120 градусов. Краска держит меньше. У нас еще ни разу краска цвет не поменяла даже. Мерили тепловизором, там до 70 градусов максимум доходит. Самое забавное, что на холостом ходу. На подтягу уже, когда даешь, немножко расходятся. А в потоке при обдуве ты еще лучше. Вот. На одном, когда летишь, так как все это на подушечках, он чуть подразворачивается, где-то полтора градуса. Струя вообще идет мимо. Ну, в общем-то, на борту есть топливо. И, в общем-то, любой двигатель опасен. И ДВС опасен, и реактивный опасен, и электро опасен, потому что на борту аккумуляторы, которые тоже периодически пыхают. Просто нужно вовремя делать технические обслуженные регламенты, и ничего этого не произойдет. В перспективе, конкретно вот на эти двигатели, мы планируем поставить систему автоматического пожаротушения. Это, в общем-то, не очень сложно сделать, и я думаю, это будет сделано в ближайшее время. Продолжение следует... Продолжение следует... Это надо переварить. Это интересный опыт, который у меня был первый раз только вчера. Повые полеты. Я пилот начинающий, мне доверили такое. Куда понедельник, ведь я все это сделал. Да, волнительно это, волнительно. Но реально, по-моему, получилось красиво. Я получил удовольствие. Появил товарищ, который решил установить на него двигатели, превратить в самовзлетный летательный аппарат, что очень важно. Вот в облачку левее, вот сюда. И сейчас вот в таком виде вы его и увидели. Скажи, нет, сколько слабых? Получилось хорошо. Задумку реализовали. Да, да, да. Неожиданно хорошо. Затраты здесь минимальные. Единственное, межресурсные ремонты по двигателям, они стоят определенных денег. Но это не очень большие. У этих двигателей 25 часов. Ну, для Планина 25 часов это очень много. А учитывая то, что на подъем нужно 3-4 минуты, то 25 часов выработать за 2 года. Планина 25 часов. Продолжение следует...